У меня вся семья выехала в миромарсе, то есть приехали за кроссовками. Школа скоро. Смотрите, какая красивая дочь. Красотка. Еще две. Как всегда шуршим сланцами. Как красиво, да? Настолько красиво. Миромар, растения много очень. Пальма даже, листочки. Здесь очень красиво, очень много всяких разных бутиков. Приятно погулять на свежем воздухе. Нет, но все равно скетчерс лотан. Вот рыбки здесь плавают. Ну, как всегда. Или на 131 доллар. 50 долларов скидка на троих кроссовки. Тимки и девчонка. Я не знаю, красители. Лед с красителями. Зашли в Starbucks. Все зубы зеленые, все губы зеленые. Я оставила свой Old Navy пакет. В Starbucks мы сидели. Ушла. Рыбы смотрела со стежкой. Короче говоря, пришли. Они пакет убрали, представляете? Короче говоря, в общем, там у меня все лежит в этом пакете. Такие молодцы вообще. Вот так вот. Мир не без добрых людей. Ой, все эскизы. Иду пакетом такая, рассказываю вам пакетом такая, шатаю. По коленке ей дала. Она еще извиняется. Ну, как вот здесь вот не жить, а? У нас уже закат. Соня тут тоже смотрела сегодня кроссовки. Скоро поедем снова в Майами. И Соня пойдет на концерт и викинг. Мы с ней поедем тоже в Майами. Там может куда-нибудь еще съездим, заедем, пока она будет гулять. Вот, в общем, опять всей толпой. Девчонки, как всегда, смотрят. Я сейчас забукашек всяких. Кузнечика уже поймали. Покажи кузнечика. Дай покажу. Ого. Любители природы. Плитка здесь прикольная. Выложили. Они-то. Детишки рисовали рисунки. Ой, ребят, прибираюсь дома. Всю неделю я буду делать перестановки, уборки перед школой. Переселять одного ребенка в другую. В общем, боты полно. Думаю, поснимаю. Сейчас вот убираю обувь, которую мы купили в Мирамаре. Детям взяла вот такие вот. Просто очень легкие, кстати, это скетчерс. Они такие мягкие и удобные. Тут нет ни шнурков, ничего. То есть, нам завязывать не нужно. Просто надеваю ребенок быстренько шарлотто. И, получается, вот синенькие одни мы взяли и красненькие. Синенные вещи, конечно, я уже все убрала в комнате. Одна показывает, что мы купили. Кроссовки тоже мы себе, кстати, в скетчерс тоже взяла хорошие кроссовочки. Вот такие вот. В общем, готовимся в школу. Еще мне нужно будет пальмы пересадить сегодня или завтра. Я не знаю, когда. Ну, в общем, достала. Мы купили вот такой вот большой вот. Я показывала, по-моему, в самом складе. С Артемом взяли горшок такой. И будем пересаживать эту пальму сюда. Прям очень большая. Не знаю, я думаю, наверное, поставлю в гостиной где-нибудь в угол. Думаю, наверное, вон туда, где стоит у нас как раз этот торшерчик. Так, ребят, мы в цветочном отделе в Волмарте. В магазине. Здесь продается все в этом магазине в Волмарте. От еды до кирпичей, так сказать. Которых вы сейчас видите у нас в тележке. Это ограждение я взяла небольшое. У нас цветы на заднем дворе. У нас дом в рент. Так бы, чтобы в заблуждении никого не вводить. А то меня уже иногда люди спрашивают, когда я в Инстаграме выкладываю сторис. И я что-то делаю. Стены крашу. Меня люди спрашивают, а вы в рент или как бы свой. Вот. Мы в арендованном даже делаем небольшой ремонтик иногда. Это чисто для себя. И вот на заднем дворе, кто смотрит наше видео, знает. У меня девочки рыбачивают. Постоянно там бегают. У меня цветы. И они все топчут. В общем, я решила огородить. Пересадить там пальму. Потому что у меня пальма в горшке тоже. Она уже маленькая. Мне может расти. Я решила ее домой затащить. В общем, девчонки. Потому что у меня тоже ее там все помяли. Так что сейчас вот хожу здесь. С Артемом берем какие-то... Так просто по минималке, конечно. Берем по чуть-чуть. Ну, хотя бы, чтобы грязь домой не тащилась. Вот. Мы уже под вечер приехали. Я сегодня целый день дома. Целый день вот в уборке. В общем, сейчас еще возьмем что-нибудь. Для хранения, наверное. Нам нужен какой-то ящик, в который можно все складывать. То, что девчонки там таскают. У меня сейчас замученный вид такой. Не обращайте внимания. Я выскочила из дома с Артемом. Умеешься там? Да? Да? Что там у тебя такое? Загадочный мужчина. Так хорошо здесь птички поют. Классно, да? Птички поют. Зашли прям... Я не задумал, что это дырявая. Да. Цветочное дело. Птицы поют. Классно. Слышите? Мы в джунгли. Ну, по-моему, эти же кусты стоят на... Где? Используемся как забор. Ага. Кстати, на пляже они все время... Вот это растение. Мне нравится на пляже. На пляж, когда дойдешь... Классно. Вот здесь помидоры продают. Рассады есть. Люди сажают. Обычно кто арендует, так... Ну да, кстати, в горшках у нас здесь. У кого есть свои здесь танхаусы. А нету заднего дворика, то они все в горшках ставят. И у них все в горшках растет. Хочешь ананас? Ананас может вырасти. Бананы. Банан, конечно, я не уверена. Не знаю, сто процентов. Не видела таких людей, у кого бананы растут в горшке. Ты видела у кого-нибудь бананы в горшке растут? Наверное, навряд ли. Нет, бананы в горшке растут. Я тоже говорю, бананы в горшке растут. Думаю, вроде не видела. Ой, птичка залетела вон. Вот для американца, чтобы на заднем дворе самое важное было вот это. Эта грильница. И они все разные. Их, конечно, очень много. Какую хочешь. Но будет большой ассортимент, потому что это неотъемлемая часть это обязательно вообще нужно делать. Гамбургер, да все что угодно. Это так удобно на заднем дворе все это делать. Гриль. В общем, очень круто. Можно даже на балкончики поставить. Грильницы везде будут. Где можно, где удобно поставить. Здесь посмотреть какое-то хранение. Это что такое? Хаус. Что это такое? Это для шланга. А, это для шланга же. Господи. Еще вот такие вот в последнее время наборы стали появляться. Либо я стала замечать их. Это гидропоника, да? Это можно выращивать дома где-нибудь на столе у себя. Она такая удобная, с подсветочкой уже идет. Всегда у тебя будет фреш, свежая зелень. Интересная тема, конечно. Можно на заднем дворе, а можно и на столе где-нибудь. Удобно. Поставил и все. Ну, у тебя всегда салатик. Штучка классная. Это для тех, кто всегда забывает поливать цветы. Это для меня, если честно придумали. Продают за 2,28. Наливаешь водичку и туда вставляешь цветочек. Мне надо такую приобрести, чтобы моя пальма не загнулась у меня дома. Я обычно забываю поливать цветы. Ну, тема-то польет обязательно. Он у меня такой прям в этом плане. Молодец. А я забуду. Вот, кстати, и еще интересная тема. Это гараж сейл, который постоянно происходит. Здесь специальный отдел, где можно купить всякие наклеечки, ценники. Что почем? 75, 50, 2-3 доллара. В общем, для гараж сейл специально. Здесь скидочный отдел. Здесь есть свечки, которые иногда покупаю. Вот из этой серии. В общем, у меня постельное белье есть. Тоже в Волмарте брала. Эти свечки тоже неплохие. Я, правда, беру с деревянной крышечкой. Они такие более благородные смотрятся. Можно все что угодно здесь найти. Какую-нибудь штучку. Вот, пожалуйста, можно для фотографии что-нибудь подыскать. Какие-то аксессуары для телефона. За 7 долларов. О, за 7 долларов всего лишь? Хороший ценник. Берем 8 штук. 8 штук. Сразу же, да. Классно. Я хочу ведро какое-нибудь. У нас реально помощное ведро страшное. Даже вот кровать страшно уже. Надо поменять тоже. Что, понравился? Нет. Да, они только другое. Там они вот два других. А, вот третий еще ставит. Не цены и... Да, и достать невозможно. И работников нет. Вообще цены даже не вижу. Хотел взять здесь плечики. И нет стоимости. Хотя есть там, по-моему, 4, да, доллара? Да, 2,98. Вот эти мне нравятся деревянные такие. Прикольные. Ну все, мы устали так. Вообще уставшие, замученные. Распродажа идет. Не распродажа, а продают сейчас вещи 25 июля по 7 августа. В детском отделе сейчас вот видели. Ну вот такс-при неделю. Неделю будет такс-при. Получается, в принципе, в магазин, когда идешь здесь, в Америке, ты покупаешь, как бы берешь одну сумму. И когда ты уже расплачиваешься, у тебя уже начисляются еще сверху таксы. Поэтому ценник, как говорится, будет совершенно другой. Вещи покупали, я сейчас попробую. Они без таксов. Да, они без таксов. Очень, очень выгодно. Так, ну что, выходим. Уже ночь. Идет дождь, интересно, нет? Моросит. Моросит. Это мы столько были в магазине, так долго. И он очень сильно шел. Сейчас уже... Ладно, ну что страшного. Во Флориде это нормально. Ай! Какой-то. Зато тепло и холодно. Ну вот. В общем, вот такой вот обзорчик. Купили мы кирпичей. Две взяли, мне дорогие, в комнату девчонкам. Гордины по 19 долларов. Там пирожки взяли немножко. В общем, юршики взяли. Короче говоря, на 100 долларов набрали. Все, идем домой. Вот такой вот обзорчик небольшой. Крым мыхает. Все. Ну ладно. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok